Завтра весь мир будет отмечать 60-ю годовщину первого полета человека в космос. Это памятная дата не только для нашей страны. Гагаринская поехали и открывала новую эру для всего человечества. А сам он, советский летчик-испытатель, вдруг стал кумиром даже не миллионов, миллиардов. Его честь давали именно детям, городам и одному лунному кратеру. О нем пели песни и снимали кино. И дело тут не только в его миссии, а в том, каким он парнем был. Ольга Стрельцова о секрете популярности первого космонавта Земли. Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Один старт, один виток и один бодрый голос. Облака кучевые, кругом все красиво. На протяжении полета он комментировал все, что видит, как растет перегрузка и вибрация. Это было важно и для него, и для очень многих людей на Земле. Полет Гагарина был очень опасный. Могу сказать совершенно точно. Впервые и последний раз в истории космонавтики первый космонавт Юра Гагарин писал письмо завещания своей жене Вале и своим дочкам. Это письмо было написано 11 апреля. О том, что все прошло штатно, семья Гагарина узнала, как и все, по радио. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Свидетели тех событий утверждают. Ликовала вся страна. Толпы людей заполонили улицы. Школы, технику, институты. Потом это двигалось по улицам и превращалось в народное гуляние, шествие поразительного, никогда еще не бывшего качества, я бы сказал. Понимаете, человек в космос. Что это за праздник? 14 апреля Гагарина встречала Москва цветами, улыбками и плакатами. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Гагарин стал героем для миллионов. Его именем называли новорожденных. Мама Юрия Гальцева, появившегося на свет как раз 12 апреля, не сомневалась в выборе ни секунды. Приходит врач и говорит, я вас всех поздравляю, сегодня исторический день. Не желаете ли, милые дамы, назвать своих детей Юрами? Она говорит, да, такие были хорошие роды. Вокруг фамилии тоже было много шума. На вопрос иностранного журналиста, не является ли он родственником князей Гагариных, первый человек в космосе легко отшучивался. Никаких князей не знаю. Он во всех анкетах писал одно и то же. Сын колхозника. И скромно утверждал, на его месте мог оказаться любой из первого отряда космонавтов. Конечно, друзья мои, все товарищи, их много. Все они хотели бы быть первыми. Все они хотели бы полететь в космос первыми. Но просто попал я. Это не моя вина. Из первого отряда космонавтов сейчас остался лишь один человек. Летчик-космонавт Борис Волынов вспоминает самый памятный для него Новый год. 61-й год мы встречали. Все вместе. Инициативу проявил еще Юрий Гагарин. И мы в хорошем отношении были. И он сказал, ну все, Новый год, ребята, празднуем вот у Волынова. Самое главное, в этот Новый год весь наш отряд, 20 человек, все были живы. Гагарин прекрасно понимал, какая на него теперь возложена ответственность. За три года после полета он объехал более трех десятков стран, встречаясь с королями, президентами, рабочими и студентами. Я привез вам самые искренние пожелания советской молодежи, всего советского народа. И все это время Гагарин мечтал вернуться в космос. Он не мечтал, потому что на Луну должен был, вокруг Луны должен был полететь Алексей Леонов. А вот на орбитальной станции он готовился. Он дублировал Володю Комарова, он дублировал и готовился к полету на первую станцию. О нем снято немало картин, документальных, художественных, в разных странах, на разных языках. И каждый раз это попытка разобраться, каким он был на самом деле. Знаете, каким он парнем был. Гагарин, как миф, да, вот эта фамилия Гагарин, она для зрителя изначально, даже если мы не совсем понимаем, что это был за человек, но это все равно заряжено чем-то однозначно позитивным. Его именем названы города, проспекты, морские суда, астероид и кратер на обратной стороне Луны. Пройдут годы, 30-е, 40-е годы, будет совершенно новая техника. Мы освоим Луну обязательно, мы освоим Марс, мы полетим к другим планетам. И я уверен, что в каждом корабле космическом будет портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Сейчас на орбите новый экипаж. Его доставил на МКС корабль «Гагарин». Спустя 60 лет Гагарин все-таки добрался до станции. Ольга Средцова, Марина Глебова, Владимир Петров, Алишер Султанов, Георгий Могунов, ТВ-Центр. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся на землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова